Всем привет, дорогие друзья! Сегодня долгожданное видео, за что я люблю Питер. Питером называют северную столицу нашей родины, Санкт-Петербург. И самое первое, за что я люблю Санкт-Петербург, так это за его историю. Советую вам обязательно почитать книги об истории Санкт-Петербурга. Там вы найдете очень много интересных фактов об этом прекрасном городе. Эти факты обязательно заинтересуют вас. Этот город обязательно западет вам в душу, и вы захотите в нем побывать 100%. Я была в Санкт-Петербурге несколько раз. В одну из своих поездок я решила, что нужно побыть обыкновенным туристом. До этого в Питер я ездила по работе, но никогда еще я не ездила туда как турист. Мой эксперимент удался, мне все очень понравилось. За два дня, которые я провела в Санкт-Петербурге, я побывала в Государственном музее Эрмитаж. Поплавала на катере по узким каналам. Ужасно замерзла, но осталась довольна. Если вы будете в Санкт-Петербурге, обязательно поплавайте на катере, который вплывает в Неву. С этого катера вам откроется прекрасный вид на город. Господи, катер завелся. Все, все умрем, я боюсь. Для справки. В Санкт-Петербурге мостов в три раза больше, чем в Венеции. А Эрмитаж – это один из самых старинных музеев мира. Я читала, что в нем около трех миллионов произведений искусств. Вы себе можете это представить? Насколько это круто? Все это собрано в одном месте. И все это можно посмотреть за какие-то копейки. И еще один интересный факт. Если осматривать каждый экспонат Эрмитажа по одной, заметьте, всего лишь по одной минуте, то вам нужно будет ходить 25 лет по 8 часов в Эрмитаж, чтобы осмотреть все экспонаты, которые там находятся. Поэтому, когда вы идете в Эрмитаж, обязательно составьте себе план, что вы хотите посмотреть. То, что соответствует вашим интересам. Мне очень понравился рыцарский зал, а зал древнего Египта. Еще есть один интересный факт об Эрмитаже. То, что его от грызунов охраняют кошки. И у каждой кошки есть свой паспорт с фото. В целом в Петербурге очень-очень много музеев. И можно провести несколько дней, оглядев всего лишь самые популярные из них. Наверняка вы знаете про Исаакиевский собор, на котором есть смотровая площадка, из которой можно увидеть прекрасную панораму города. Очень классно просто прогуляться по этому городу с чашечкой кофе. Он очень романтичный. Можно также, если вы, конечно, знаете, к кому обращаться, залезть на крыши в центре Петербурга вместе с руферами, которые это делают за какие-то маленькие деньги, и пофотографироваться на крышах старинных домов с прекрасным видом на город. Кроме экскурсии по Санкт-Петербургу обязательно съездите в Петергоф. Если это будет лето, то там работают фонтаны, и это просто нереальное зрелище. Когда я была в прошлый раз в Питере, как турист, я побывала в крепости Кронштадт. Мне там очень сильно понравилось. Я добавляю кадры из своего путешествия в это видео. В тот момент я не была видеоблогером, снимала это все для себя, поэтому не судите строго. Еще очень интересно метро в Санкт-Петербурге. После московского метро, метро в Санкт-Петербурге покажется вам очень глубоким, потому что съехать по эскалатору вниз нужно потратить минут 10, наверное. Для тех, кто живет в Москве, такая размеренность и медлительность Санкт-Петербурга покажется просто невозможной. Я это поначалу немножко раздражало, но потом я тянулась в это настроение, остановилась и стала обращать внимание на такие приятные мелочи, на эту красоту, которая окружает меня, которую мы порой не замечаем. Это доставило мне истинное удовольствие. Действительно, для того, чтобы созерцать прекрасное, нужно остановиться и заметить в этом моменте. Только тогда вы получите настоящее наслаждение от увиденного. Что, друзья, я надеюсь, что я вдохновила вас на изучение нового города России, Санкт-Петербурга. Надеюсь, что я вдохновила вас на идею побывать там. Желаю вам прекрасной погоды, когда вы приедете в Санкт-Петербург, потому что не часто небо там затянуто облаками, но это все равно не испортит вам общего впечатления. Итак, друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Увидимся в следующих видео. Всем пока!